Добрый вечер, Гомель! На телеканале Беларусь 4 прямой эфир. Меня зовут Наталья Волынец и я приглашаю всех вас, дорогие друзья, присоединиться к нашему разговору в прямом эфире. Звоните в студию, телефон 34-22-43. Сегодня будем говорить о талантах. Ну, дело в том, что, как утверждают психологи и социологи, талант есть практически у каждого человека. Вот только не каждый из нас может развить свои способности. Очень интересно, какие таланты есть у вас и насколько вообще ваши способности пригодились вам в жизни. Рассказывайте свои истории по телефону прямого эфира 34-22-43. Можете также оставлять свои комментарии в нашем вайбере. Итак, как раскрыть в себе талант, обсудить эту тему и рассказать свои истории в эту студию? Сегодня вечером пришли известные гомельчане, которые уже завоевали сердца своих поклонников. Итак, встречаем. Лилия Зорина, актриса Гомельского государственного театра «Кукол». Добрый вечер, Миля! Ирина Тяпугина, клоун-мим, руководитель театра «Клоунады» и пантомимы «Без слов». Добрый вечер, Миля! Добрый вечер! Сегодня, дорогие друзья, у нас в гостях известный художник Анатолий Щеголев. Анатолий, спасибо, что пришли к нам. Добрый вечер! Ну, а теперь трепещите поклонницы и поклонники регби. У нас в гостях Александр Столяров, тренер женской команды по регби. Добрый вечер, Александр! Ну, вы знаете, мне кажется, что в таком вопросе, как таланты, без психолога не разобраться. Поэтому, конечно же, сегодня у нас в гостях психолог Валерия Фиськова. Валерия, добрый вечер! Спасибо, что пришли к нам в студию. Ну, вот смотрите, что такое талант? В чем особенность этого данного природного феномена? Кто попробует ответить? Ну, давайте я попробую. Можно делать что-то очень хорошо, и тогда ты будешь ремесленник, все тебя похвалят, но особо не восхитятся. А вот когда человек берет что-то и делает так, что ему все завидуют и понимают, что в ближайшее время это нельзя повторить, это талант. Это то, к чему стремишься, на что равняешься. И человек, который талантлив, он, мне кажется, своим существованием и своей деятельностью украшает этот мир. Скажите, пожалуйста, вы какой талант в себе нашли, кроме того, что вы художник? Это большой талант. Но что-то еще было, какая-то способность в детстве, которую вы вот так вот забыли, не развили и очень жалели? Ну, у меня была дилемма в старших классах, куда пойти, потому что я занимался спортом, баскетболом. Мне очень нравилась электронная музыка, и тогда было очень модно у мальчишек быть диджеями. И мне интересно было быть художником. Спорт, и это, кстати, по части, наверное, психолога, спорт я отмел сразу, потому что жуть как не могу, не люблю соревноваться. Не люблю быть первым или последним. Как? Мне кажется, это у мужчины заложено прямо вот природой, вот этот вот соревновательный. Нет, у меня было так, вот все они, а вот я. А! Вот, вот. И у художников, обратите внимание, это такая ниша, где нельзя выбрать лучшего. Вот это мне понравилось. Давайте поаплодируем за откровенность. Ну, а вообще, вот мне интересно, Валерия, что скажете вы? Действительно ли каждый человек талантлив? Да. Как вообще принято? Определенно. Однако не так просто понять это и назвать вот как-то одним словом. Например, можно сказать, там, талантлив от природы, у тебя есть задаток хорошего художника, да? Но бывает что-то есть в комплексе такое, в человеке такая уникальность, которую невозможно назвать каким-то одним словом. Там, ты певец, ты фотограф, да? Очень много всего общего, да? Что... Ну, вот смотрите, раз мы уже начали с терминологии, давайте вот разграничим эти понятия. Я так понимаю, таланты гениальны, вот талантливый и гениальный человек, это разные вещи, правильно? Да. Чем это всё отличается? Хотелось бы вообще начать с того, что у каждого человека, который он рождается, у него есть задатки. И если их развивать, то мы получаем какой-то талант. Можно развивать несколько задатков и получаем мы талант. Но если мы развиваем что-то только одно, то это больше похоже на гениальность. То есть это когда человек проявляет себя только в чём-то одном. Талант и одарённость – это, можно сказать, ступенька пониже, чем гениальность. Однако это тоже то, чем отличает человека в его коллективе с помощью его какой-то определённой черты. Я вас поняла, Валерия, вот смотрите, Анатолий проявлял интерес в своей жизни к многим видам деятельности. Он распылялся, да, можно так сказать? Я сейчас распылялся. А если бы он сконцентрировался только на своей профессии как художник, то, наверное, из него получился бы гений. Я вас правильно поняла? Да, ну получается, что в данный момент мы знаем, что он талантлив, его талант – умение рисовать, хорошо рисовать. Однако если бы вы нарисовали что-то очень уникальное, и это было признато всеми, да, то мы бы вас назвали гением. Может быть, вы уже есть гений, но гений отличает то, что будет признано обществом. А вы знаете, что у вас есть сейчас, Анатолий, очень хорошие возможности? Общество-то вот здесь у нас. Я понял. Попробуй очень гениально. А вот можно попросить вас, да, что-нибудь гениальное такое нарисовать? Самый нелюбимый вопрос для художника – это нарисуй что-нибудь. Нарисуйте что-нибудь. Я не обещала любимые вопросы сегодня. А давайте поддержим Анатолия. Ну, я нарисую то, без чего невозможно телевидение, хорошо? Это… Вы рисуете левой рукой, да? Да, вы левой рукой рисуете, точно. А правой вы рисуете? Ну, нет, при желании можно себя заставить, но нет. Может быть, все гениальное, как расправа будет у вас? Не, ну там же что-то с полушариями что-то в голове происходит, когда ты или левша, или правша. Ну, это все вот ваше, это шарж, да? Вы рисуете сейчас шарж. Я уже знаю, кто это, и… По-моему, да, это из операторов. По времени, как бы, шарж – это самое быстрое, что можно сделать. Веселое – это то, что доставляет удовольствие. Не каждому дано, мне кажется, рисовать шаржа, и, мне кажется, не каждый большой художник сможет вот так вот взять и нарисовать. Спасибо. Я думаю, что сегодня, да, сегодня вы уже приблизились вот к этой самой гениальности. Спасибо большое, Анатолий. Вот, вы знаете, очень хочу спросить у Лилии. Вот, например, какими способностями должна обладать, ну, скажем так, будущая актриса театра Кука, вот как вы считаете? Энтузиазма. Вот это да! Я была уверена, что это что-то другое будет, какой-нибудь там, не знаю, харизма определенная. Вы знаете, что есть харизмы у актрис и актеров, не такой уже слишком эмоциональный, как говорится. Есть спокойные актеры с харизмой, тоже спокойные. Но вообще, когда очень хочется, то обязательно получится. Главное, это вы очень-очень мечтаете, как я мечтала с детства. Вот я хочу спросить, я знаю, что у вас, интересно, есть какие-то истории, не связанные с профессией актрисы, да? То есть вы до этого, по-моему, даже занимались, по-моему, вы даже закончили швейное училище, или я ошибаюсь? Нет, я швейное училище не заканчивала. Ну, что-то связанное... Я работала на фабрике 8 марта. А, и шили? А что шили? Я за кройщиком работала. За кройщиком были. И, как я говорю своим друзьям, и где я только не работала. А где еще? Работала на коралле. Так. В детском садике воспитательницей. А, может быть, вот оттуда пошла такая любовь? Вообще, конечно, если с детства начать, то очень такая энтузиастка. Я во все, как говорится, организации входила. И спортом занималась, и рисовала. Мои рисунки заняли очень первые места. Меня хотели в интернат забрать в Минске в детстве. Но, увы, я отказалась. Потому что, наверное, еще была очень маленькая. Валерия, обратите внимание, сколько много способностей, да, вот мы находим сегодня, замечаем вот уже у состоявшихся вот интересных личностей, да, вот казалось бы. Ирина, я так понимаю, что клоунада и пантомима – это тоже лишь малая часть вот вашей такой вот, ну не то что творческой, а вашего образа жизни, наверное, да? Какие еще есть таланты и увлечения? На самом деле, если уже начать, изначально я по образованию юрист. Ого! И я очень много в школе мечтала быть вот именно юристом и работать в суде. А практику… Вот этот молоточком вот этот? Практику я проходила в исправительном учреждении открытого типа. Кошмар! Там была единственная девушка на тот момент. Потом работала судебным исполнителем. И вот видите, какая палка в двух концах. То есть я поняла, в конечном итоге я пришла к тому, что я не могу конфликтовать с людьми. Я не люблю конфликтовать с людьми, и я не хочу этого делать. И я хочу работать, я хочу заниматься в комфорте. Делать то, что мне нравится. И учить других делать это же. А вам было страшно? Подождите, ну вот представьте, вот обычный юрист вдруг выходит на сцену. Вам приходилось перебороть как-то вот этот страх выйти на сцену? Или у вас это было все-таки? Нет, я, наверное, так же, как Лиля. Я везде и всюду на сцене постоянно была, учитывая, что у меня и музыкальная. Образование на аккордеоне в школе. А в школе, когда знают, что ребенок чем-то что-то умеет, значит, нужно на всех концертах. Потом и ведущая выходила не раз в команде КВН, седьмое чувство, город Живобин. Я очень долго играла, и мы выступали удачно. Но сцена тянула меня давно. И в конце концов я поняла, что без сцены я не могу. Я ее очень люблю. Я, Ирина, вы понимаете, я же все время вас ассоциирую вот с такой красивой, вот красной, такой вот таким лицом веселым, интересным. И сейчас вот разговариваю с вами, как совершенно с другим человеком. Я к чему это все говорю. Дорогие друзья, вы знаете, есть такое вот выражение, талантливый клоун – это актер интуиции. Давайте посмотрим, на что способны клоуны театра «Клоунады» и «Пантомимы» без слов. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот так вот, вот как мы тонко к этому вопросу подошли. Ирина, вот сегодня ваш театр Клоунады Пантомима, он является обладателем многочисленных наград, премий. Ну, а в принципе, как вот появилась идея именно создать такой театр? Ну, идею на самом деле мне подбросил, можно сказать, Максим Брилевич. Мы с ним вместе создавали дуэт, вместе занимались. И потом я пришла к тому, что нужно развиваться, нужно посещать мастер-классы, нужно повышать, нужно фундамент для себя, чтобы стать руководителем коллектива какой-то делать. И начали подтягиваться люди потихоньку, потихоньку, с техников, с университетов, со школ. Ну, у меня в коллективе, я думаю, что вы знаете, 50% это люди неслышащие, слабослышащие, ДЦП, слабовидящие. И вот я вам скажу, что это я приписываю к таланту. Вот у меня слабовидящий человек, у которого 30% зрения, он жонглирует на сегодняшний день тремя шарами. Ну, знаете, здесь хорошо видящий человек не сможет это возникать. Да, 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 это нужно и видеть, это нужно и ощущать, это нужно, ну, внимание конкретное. Дорогие друзья, я немножко раскрою интригу, мы сегодня обязательно научимся вот этому искусству, и не только искусству пантомимы, так что оставайтесь с нами. Напоминаю, что это прямой эфир на Беларусь4, сегодня мы говорим о талантах. Вот какие таланты есть у вас, как вы их себе раскрыли, как они пригодились вам в жизни, мы ждем ваших историй. Телефон в студии 34-22-43. Пишите, звоните и, конечно же, участвуйте в нашем конкурсе. Сегодня мы разыгрываем пригласительный билет на спектакль «Нежданчик». Спектакль состоится 24 ноября в 18.30 на сцене Дворца культуры железнодорожников. И вот чтобы получить этот пригласительный билет, надо ответить на вопрос нашего конкурса. Итак, внимание, сейчас я задаю вопрос и ждем ответов по телефону 34-22-43. В 1917 году в Гомеле проходил конкурс куплетистов. 1917 год. Его победителем тогда стал, ну, на тот момент никому неизвестный, но очень талантливый молодой парень. После этой победы он уехал в Москву и стал там знаменитым. Как звали этого куплетиста? Итак, 1917 год, Гомель, конкурс куплетистов, человек стал очень-очень известен. Ждем ваших телефонных звонков 34-22-43. Напоминаю, разыгрываем пригласительный билет на спектакль «Нежданчик». Ну что ж, дорогие друзья, правильные ответы сразу после рекламы. Дорогие друзья, это прямой эфир на «Беларусь-4». Сегодня говорим о талантах. Какие таланты есть у вас, мы ждем ваших историй. И напоминаю вопрос нашего конкурса. В 1917 году в Гомеле проходил конкурс куплетистов. Его победителем стал никому неизвестный талантливый парень. После этой победы он уехал в Москву, стал там знаменитым. Вам надо по телефону 34-22-43 назвать имя этого куплетиста. Ну, на самом деле, вот есть еще интересное сообщение в Вайбере от наших зрителей о том, какие таланты они в себе, ну, скажем так, нашли, увидели и развивают. Ну, например, Стас, наш телезритель, считает, что он очень хорошо готовит шашлык и плов. Стас, вот знаете, пока не попробуешь, не поймешь и не оценишь. Но, в принципе, мне кажется, да, Виктория, что кулинарить – это талант, это просто талант. Не каждый это может делать. Кто из вас хорошо кулинар? Ну, мне кажется, я хорошо готовлю. А вообще, даешь одинаковые продукты, одинаковый рецепт, и сколько хозяек, столько разных борщей. Так у вас по борщам пятерка, что ли? Нет, пятерка по борщам у моей тещи. О, вот кто вас научил, наверное. Знаете, что тут, наверное, похоже еще про опыт. Не совсем это может быть и талантом, да, с опытом мы ведь в чем-то вырабатываем в себе этот талант. Получается, что и опыт помогает нам выявить наш талант. И развитие его, наверное, скорее всего. Да, то есть возрастом, получается, мы имеем больше талантов. Я представляю, сколько мужчин-кулинаров зарыли в себе талант, когда сели на шеи женщины. Вот, ведь считается, что мужчина очень хорошо готовит. Так что сейчас мы далее в нашей программе расскажем, как это все раскрыть, да, и как бы так улучшить ситуацию. Итак, Иван сообщает, что он пишет книги. Ульяна говорит, что пишет картины маслом. Продает по знакомым и, кстати, сама научилась. Марат, он считает, что талант – это не показатель успеха. А как считаете вы, Валерия? Знаете, иногда личностные качества, например, такие, как неуверенность в себе или нецелеустремленность, да, ну, как раз неуверенность в себе, низкая самооценка мешают нам показать какие-то свои таланты и даже увидеть их, да. Может быть, задатки и есть, но даже бывает, что мы что-то хорошо делаем, да. Но мы не можем это предъявить и показать это другим, и другие не могут это оценить. И никто таким образом и не узнает. Этот человек может и не знать, что это у него отличительная его черта, и другие люди тоже этого не будут знать. Ну, я бы хотела, чтобы мы сегодня в течение нашей программы попробовали вот, ну, так, найти какие-нибудь скрытые таланты друг у друга. Готовы? Ну что ж, давайте сначала попробуем найти победителя нашего конкурса, а потом уже будем продолжать искать таланты. Итак, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Варвара. Варвара. Давайте я повторю вопрос нашего конкурса. Сегодня мы разыгрываем пригласительный билет на спектакль «Нежданчик», и у вас есть шанс его выиграть. Итак, в 1917 году в Гомеле проходил конкурс куплетистов. Его победителем стал никому на тот момент неизвестный талантливый парень. После этой победы он уехал в Москву, там стал очень знаменит. Как же звали этого куплетиста? Поверьте, вы знаете этого человека. Назовите имя. Я надеюсь, что я его знаю, потому что он стал знаменитым человеком. Это Леонид Тесов. И получил он золотой портсигар в подарок. Даже вы знаете, что на этом конкурсе в Гомеле он получил золотой портсигар. Аплодисменты для вас. Спасибо большое, Варвара. Пригласительный билет на спектакль «Нежданчик». Спектакль состоится 24 ноября в 18.30 в Гомеле на сцене Дворца культуры железнодорожников. Достается нашему победителю. Ну что ж, дорогие друзья, ну а мы ждем ваших интересных историй о том, насколько вы талантливы. Можно я добавлю? Вот успех и талант, такой вопрос прозвучал. Так вот, успех – это 20% таланта, 40% успешного, хорошего труда плодотворного и 40% хорошей материальной базы. То есть хороший инструмент, хорошее поле, если это регби, хорошая форма, краски. А вот давайте послушаем, кстати, что считает действительно тренер, прошу обратить внимание, женской команды по регби. Это что-то для меня вообще удивительное. Александр, я вот сижу и восхищаюсь вами и вашими девушками, вот, не побоюсь этого слова, которые на заднем плане, вот, да, действительно, просто красавицы. Скажите, вот вам такая градация подходит, вот там столько-то успеха, столько-то тренировок? На мой взгляд, самое главное – это чтобы человек смог раскрыть свой талант. Он для этого должен выйти из своей раковины, панциря. Из тени, короче. Да, из какой-то тени, выйти из зоны комфорта, где он там находится, оставить все свои неуверенности за спиной и попробовать то, что может его зацепить. И если это его зацепит, то это его уже не остановит. Слушайте, а вот чем отличаются, на ваш взгляд, спортивные и творческие способности? Скажем так, а вот как раскрыть спортивные таланты? Вы же именно этим и занимаетесь вот сегодня. Да, спортивные таланты можно открыть, во-первых, нужно увидеть, есть ли желание у человека самому раскрыться. Когда люди играют, они получают какой-то стресс. Когда в течение, во время этого стресса они раскрываются сами по себе, то есть у них что-то происходит такое бессознательное. То есть они как на ладони уже, да? И если они начинают получать это удовольствие, несмотря на вот этот колоссальный стресс, то это их может зацепить. И после этого они уже не могут соскочить с этой иглы спорта, скажем так. А вот вы вообще представляете, что сейчас делается вот с нашими телезрительницами, которые просто мечтают попасть в вашу команду? Скажите, какой у вас отбор вообще? По каким критериям вы подбираете спортсменок? Регби – уникальный вид спорта. Здесь не важен вес, возраст или рост, потому что разнообразие позиций на поле, игровых позиций, оно позволяет найти место любому. Важно не бояться играть, не бояться работать, не бояться раскрываться. Вот это самое главное. Когда у человека появляется страсть к игре, он найдет себя в регби, это и будет его отбор, он сам делает отбор. А вы что, вы так вот сразу определяете храбрую женщину? То есть вот когда она вышла играть или это по-другому все? Это видно как раз таки в процессе тренировочной игры или просто игры. Где-то проскакивают вот эти вот моменты, когда девушка сдерживает где-то себя, но потом в какой-то момент проскочила и уже не сдерживает себя где-то. То есть значит что-то здесь есть. А чем отличается мужское регби от женского? Мужское более, скажем так, агрессивнее, более силовое, более скоростное. Женщины, они из-за того, что более эмоциональны, они более как бы красиво это делают, что ли. То есть все как-то... Вот, красиво, давайте мы поаплодируем. Действительно. Хорошо, снова красиво. Красиво, да. Ну, ценитель, сразу видно. А вы какие-нибудь такие спарринги устраиваете, ну или как это назвать, когда вот мужчины и женщины в команде встречаются? У нас специфика тренировки мужской и женской команды гомельских такова, что мы тренируемся, по сути, вместе. Какие-то элементы тренировок, они проходят совместно, какие-то раздельно. Но когда время игровых тренировок, мы играем исключительно мужчины против женщин. Это позволяет... Что позволяет? Найти мужа, выйти замуж? Женской команде попасть в такие условия, что перед ними, ну, несмотря на то, что парни, конечно, не отыгрываются на 100%. Поверьте, в таких условиях женщина каждый вечер дома оказывается, да, приблизительно. Нет, естественно, как бы мужская команда, она не будет играть на 100% против женской команды, но от этого девчатам не легче. Это очень сильный соперник. Самая пекла, самая пекла. Да, и они действительно вынуждены отрабатывать, нарабатывать себе какие-то вот, ну, такие агрессивные... Ну, мне кажется, вашим девчатам это нравится. По крайней мере, я вижу их счастливые лица сегодня в этой студии, да, по-моему, они очень счастливы. Знаете, вот хочу спросить, Александр, на спортивной площадке, да, они спортсменки. А в жизни вот, ну, какие профессии, чем они занимаются? Абсолютно разные. Здесь могут быть и офисные работники, студенты, военнослужащие, топ-менеджеры. То есть широкий, абсолютно широкий круг каких-то профессий. То есть здесь в регби нет границ на самом деле, нет каких-то преград для того, чтобы какие-то твои профессиональные данные, либо какие-то там культурные, политические, религиозные убеждения не позволяли тебе играть плечом к плечу с человеком, у которого противоположные, скажем так, какие-то взгляды, убеждения, либо профессиональная деятельность. И вы знаете, Александр, я хочу сейчас протестировать немножко вот Анатолия, чтобы вот узнать, насколько мы вообще знаем, что такое регби, да? Вот правила, какие регби? Правила не знаю, к сожалению. Не знаете, хорошо. Ну, в принципе, расскажите тогда. Я баскетболист, а вот регби, выяснилось, вообще не знаю. Вообще не знаете. Наверное, многие, как и я, его путают с американским футболом. Да, к сожалению, основное восприятие, скажем, в Белоруссии регби – это то, что мы видим в голливудских фильмах. Большой шлем, большие наплечники и… Удар. Да, на самом деле в регби есть овальный мяч, которым можно играть как руками, как ногами, действительно. Но эта игра более тактически развитая. То есть здесь больше выражаются какие-то скоростные качества, выносливость. Без силовой борьбы тоже не обходится. Но основная задача – это занести этот мяч в поле, зачетное поле противника. То есть забрать как угодно и занести, и забить гол, грубо говоря. Либо не дать сопернику сделать то же самое в своем поле. Александр, вот скажите мне честно, вот ваше мнение, может быть, на личном опыте опираясь, вот почему одни спортсмены, трудяги так и остаются на одном уровне, а вторые становятся знаменитыми, известными и очень успешными? Вот почему в спорте, почему в спорте одни добиваются чего-то, а вторые нет? Ведь все же трудятся одинаково, казалось бы. Ну, на мой взгляд, самое главное, что все-таки способность к победе, она кроется в разуме, в мозгах. То есть если человек настолько заряжен на победу, то его раскрытие будет на 100-120% и так далее. Его, в принципе, все тренировки, вся его жизнь будет нацелена на то, чтобы побеждать. И побеждать, то есть не довольствоваться серебром, бронзой и так далее. Только золото, все, больше ничего. То есть высокая планка, и тогда есть какая-то вероятность успеха. Совершенно верно. Валерия, вы согласны с тем, что все-таки, скажем так, дорога к успеху у творческого человека и у спортсмена, они разные? И здесь одного таланта мало? Я думаю, что человек, который в спорте достигает чего-то, да, возможно, у него нету таких стопов, которые есть у других, которые не достигают. А стопы, это когда, знаешь, например, родители, например, в детстве могут внушать или говорить какие-то вещи, которые подавляют и откладываются на бессознательном уровне. Останавливают, зажимают. Да, там, у тебя не получится, да, там, ты слабак, все плохо. И вот такие вот вещи, они одного человека замотивируют, и нет, я тебе докажу, что я тут самый крутой, и у меня все получится. А второй может, ой, блин, самые близкие, родные люди, мне сказали, что у меня ничего не получится. И такой человек, он будет стараться, но он будет такой, у него будет упадок сил от того, что он получил какую-то неудачу. И каждая неудача для него возьмет и просто... Так как быть-то, подождите, ну вот так как быть в такой ситуации? Вот я, например, не знаю, вот как быть, такие устойки быть объективными или нет. Ну вот, и есть разные личности, да, по-разному достигают чего-то. И одни, те, которые задерживаются, да, либо если человек, вот, опускает руки из-за каждой неудачи, как ему достичь? Это либо понимать, да, что у него есть проблемы, которые его останавливают. Первое, надо понять, что, в принципе, проблема есть какая-то. Да, знать это. Потом нужно с ними разбираться, как это можно сделать. Самостоятельно, да, не удается, нужна помощь специалиста. Ну вот, помощь психолога, конечно. А вы, кстати, к спорту имеете какое-нибудь отношение? Вообще, какие у вас есть таланты? Расскажите нам, Валерия. Это другая тема. Мы готовы, мы готовы послушать. Сегодня все говорим о талантах. Ну, я считаю, что вообще спорт – это одно из всех вещей, которой должен заниматься каждый человек. Это развивает личность и помогает ему, в принципе, понять себя в жизни, да. И это, как, знаете, открывать новые ячейки в своем мозгу для того, чтобы быть полноценно развитой личностью. Мои увлечения сейчас, на данный момент, это танцы. Еще люблю бегать. Ну, это то, что я люблю делать, да. Вы бы это не делали, если бы у вас не было к этому способностей, я правильно понимаю? Ну, возможно. И вы, я так понимаю, тоже ставите какие-то себе цели и, в принципе, пытаетесь их достичь. Вы же не просто так танцуете, что вам это нравится. Ну, не просто так. Я получаю от этого удовольствие, я реализую себя в этом. Я вижу себя в таких образах, которые я себе раньше, например, не видела. И это сейчас, это контемп, хип-хоп и джаст-фанк. Три разных стиля. Еще недавно я ходила на сальсу. Я четыре разных человека в каждом стиле танца. Да, и я понимаю, что, блин, это каждый, любой человек может иметь разные стили. И почему нужно оставаться только одним и видеть себя только с одной стороны? Утром я могу быть очень умной, вечером я могу быть очень глупой. Это классно, когда ты можешь быть любой и разрешать себе это. Но мне кажется, что только так можно быть счастливым, когда ты позволяешь себе быть любым. Ну, мы зацепили, вы заметили? Мы же, Валерий, это зацепили. Она раскрылась. Спасибо большое. Анатолий, я вот жду этого момента, всю программу. Давайте вот прямо сейчас проведем тест и попробуем определить, есть ли вот, к примеру, у Ирины способность к рисованию. Готовы? Давайте. У нас вот есть все необходимое, да, придется пожертвовать вашим гениальным рисунком, да. Но, Ирина, скажите честно, вы рисовать умеете? Да, но очень плохо. Знаете? Но есть талант. Но есть. Ирина, берите любой маркер. Я вам немножко расскажу. Мы с Ириной давно дружим, и я всегда просто балдею, когда мне удается ее уговорить, прийти как-то выступить на открытии выставки, разнообразить ее. И они иногда, ну так, по-дружески, подлым делом пародируют художников. Но они же мимо, их задача всех пародировать. И они кривляются, нас дразнят. Они не кривляются, они играют, пародируют. И вот сейчас тот момент, когда я имею возможность отыграться. Отыгрался! Итак, Ирина. Анатолий, я бы на вашем месте так не радовалась, поверьте. Потому что передача длинная, и отыграться здесь в ней может каждый. Так что будьте аккуратны. Согласен, согласен. Но, тем не менее, задание заготовлено. В общем, Ирина, ваша задача сейчас нарисовать человека, который едет на велосипеде. Ирина, вы умеете рисовать велосипед? Он быстро едет на велосипеде. Он едет. А это, обратите внимание, творческое мышление, да? Он быстро едет или медленно? Вот так вопрос еще надо уметь поставить. Сейчас узнаем. Едет ли он вообще? Не, подожди, а если бы он быстро, медленно, это как бы... А, это, наверное, ветер, волосы, да? Ирина, я так понимаю. Это такой велосипед у меня. Ну, вы очень-очень хорошо рисуете, я вам хочу сказать. Я потому что попробовала. Велосипедом не получилось. Вообще, я немножко буду комментировать, да? В этом задании можно сразу смотреть, как человек себя видит в рисовании. Обратите внимание, у нас огромный формат. Да, да. И очень маленький. Она зажалась в маленький рисунок. Но посередине. Но посередине. Она центральная, да. Но, как бы, если бы этого человека учить рисовать, то нужно ему дать чувство формата. И очень большая проблема, когда станковые художники переходят там на роспись стен, либо еще что-то, они не видят себя в большом... Ну, я вам хочу сказать, что вот этим тоже можно роспись стен вполне украсть. Вполне. Ирина, вполне. А скажите, есть у Ирины задатки к рисованию? Уже можно что-то сказать? В принципе, да. Ирина, по крайней мере, смотрите, она не нарисовала человечника, как некоторые рисуют вот так. Да, это я так обычно. Уже, видите, есть ухо, есть нос объемный, прическа есть. То есть задатки есть. А как вообще вы определяете, когда к вам деток в студию, у вас же детская студия, когда приводят деток на рисование, как вы знаете, что вот этот будет художником, а этот ничего не получится? Ну, тут не угадаешь, тут просто можно помогать ему быть быстрее, либо медленнее. А что такое вообще процесс рисования? Рисование – это форма общения. То есть то, как человек себя реализует на бумаге, либо на холсте, на куске дерева, это то, как он реализует свои мысли, свой мысленный поток. Анатолий, я очень люблю, как рисуете вы. Я так хочу понять ваш мысленный поток. Не могли бы вы тоже нарисовать велосипед? Простите, что я вас прошу об этом. Смотрите, она все равно мимо нарисовала, с красным носом. Да, да, да. Так, теперь велосипед. Он начинает… Это какой-то будет человек. Так. Я бы начинала с велосипеда. Он начинает… Это без разницы. Я могу сейчас колесо пририсовывать, потому что… Не-не-не, все-все-все, поток мыслей пошел, мы следим. А есть какое-то психологическое объяснение рисунком? Вы могли бы что-то вам рассказать? Да, кстати, я вот сейчас об этом и думаю. Да. Ну вот про рисунок зеленым цветом, да? Но вы же не против, ребят, если мы психологически портете? Это только за. Сейчас составим вам. Так где-то за это бы пришлось платить. Да. Сейчас бесплатно. Психолог ремарочку даст. Первое, что пристает в глаза, это то, что, правда, формат листа очень большой, да, а рисунок такой, можно сказать, маленький, да, но он зато в центре. И он аккуратненький, да. Я бы сказала, что человек смотрит прямо сразу в цель и очень сконцентрирован, он сжат, он не размазанный, да. Есть все детали прорисованы очень маленькие, то есть нос, ухо, глаза. Да, то есть человек, видящий, слышащий, ухо большое, значит, обращает внимание на то, что происходит вокруг, то есть внимательный, да. Большие руки, большие ноги, то есть есть опора, есть желание и важен контакт телесный. Человек немного не совсем сидит на сиденье, то есть, возможно, опираясь на ноги и на руки, это более важнее, чем вот сидеть на месте, да, как будто человек в движении, то есть он не сидит на месте, он не приземлен. Я не вижу рта, может быть, он там есть? Есть. Он есть, хорошо. Ну, клоун мимо, он же не разговаривает обычно, понимаете? Кстати, да, ну, смотрите, нос прорисован больше, возможно, да, это идентификация себя с вашей профессией. А что, можно сказать про вот этого чудного велосипедиста с развивающимися волосами? Она замечательная. Я скажу, что определенно я накладываю какие-то свои проекции на то, что я вижу, но этот рисунок вызывает позитив, потому что тут и видна улыбка. Оптимистический взгляд на жизнь, человек смотрит, у него большие глаза, то есть, наверное, я думаю, что вы визуал, ну да, вы же все-таки художник. Так, затем... Я даже если что-то вычитал в соцсетях, я всем рассказываю, я однажды видел, точнее, если я либо услышал что-то, я все равно говорю, я видел. Я там был. То есть, в первую очередь, вы обращаете своим зрительным... Ну, если бы я сейчас тестировал ребенка, для меня очень важно, чтобы все понимали, что каждая вещь имеет объем. И дети рисуют, вот попросишь ребенка, нарисуй ветку, да, он рисует так, а я бы вот ветку нарисовал вот так, ну, дерево, да, то есть у нее должен быть объем. Объем какой-то. И вот, обратите внимание, у моей рамы есть объем, здесь у рамы нет, у моих рук и ног есть объем, здесь нет, то есть, ну, у головы... Ну, скажем, таким образом можно протестировать ребенка на способности к рисованию? Ну, ведь что такое рисование? Это изображение трехмерных объектов на двухмерной плоскости, и то есть, как я всегда детям говорю, художник, по сути, это обманщик, которого задача убедить, что этот лист не плоский, а в нем есть перспектива, то есть, все туда что-то уходит. Поэтому, да, это... Ну, с этим можно работать, просто ей нужно рассказать, что рама имеет толщину, руки имеют толщину. Я же поняла. Просто на один урок больше. Спасибо большое, ребят, спасибо вам большое. Велосипедисты у вас чудесные, присаживайтесь, пожалуйста. Ну что ж, дорогие друзья, как видите, талантливые люди, талантливы во всем. Все, напоминаю, что сегодня мы говорим о талантах, очень интересно, какие таланты есть у вас, и насколько вообще ваши способности пригодились вам в жизни. Звоните в студию, пишите в Вайбере, рассказывайте свои истории, а мы вернемся в эту студию сразу после рекламы. Дорогие друзья, это телеканал «Беларусь-4», прямой эфир на программу «Добрый вечер, Гомель». Сегодня говорим о талантах. Вот как понять, есть ли у вас способность к пантомиме или к лаунаде? Дорогие друзья, приготовьтесь, вот прямо сейчас тест на пластику тела и работу в паре. Вот да, прямо сейчас, в прямом эфире. Вставайте с диванов, вот как я это делаю я. Итак, Ирина, можно вас попросить? Конечно. Что главное, рассказывайте, показывайте. Главное, расслабиться. И вспомните о том, что мы, как куклы на шарнирчиках, у нас много-много деталей. И превратим наши ручки в кисточки. Они мокрые. У нас есть художник, он знает, что такое кисть. И этой кистью мы покрасим. Представим, что перед нами стена, и мы прокрашиваем. Спускаем. Только обращаем внимание на нашу руку, чтобы она шла у нас красиво по стене. Анатолий, присоединяйтесь. Уже. Рисуем, Анатолий. Сначала я, теперь ваша. СМЕХ А теперь вторую ручку попробуем. И мне очень нравится на занятиях с детьми работа в паре. Эти упражнения не только сплачивает коллектив, но и учат ребят выступать на одной волне. Когда ты отвечаешь не только за себя на сцене, но и за своего партнера. Поворачиваемся друг к другу лицом. Упражнение называется «Зеркало». Я человек, а вы, Анатолий, зеркало. Хорошо. Хорошо? Да. И вы должны отражать мои действия. СМЕХ 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 Давайте поаплодируем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Замечательно. АПЛОДИСМЕНТЫ Замечательно, да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Разворачиваем кисточку в другую сторону. Носочек натягиваем и на прямой ножке уводим. Красим, рисуем. Красим, рисуем. Красим, рисуем. Красим, рисуем. Ирина просто наслаждается в отместках. Замечательно. Ну и сейчас я покажу три вида походки в пантомиме. Спасибо большое. Он не уйдет сегодня. Молодец, очень хорошо получается. Классическое. Это вот наше упражнение, которое мы только что делали. Надеюсь, телезрители, вы тоже за мной повторяли. Мы просто соединяем в две ножки и начинаем красиво идти. Это первая походка пантомима. АПЛОДИСМЕНТЫ Вторая – это в размашку клоунская, когда мы такую же походку повторяем, как и первую, но ножку, как машину, ставим в гараж под пятку. Вот такая походочка. А третья – более лирическая, тяжелая, затяжная, когда мы идем, к примеру, против ветра. АПЛОДИСМЕНТЫ Или спешим навстречу… Скорее, скорее, Анатолий. АПЛОДИСМЕНТЫ А ветер, ветер дует, да. А ветер дует, да. Он ездит на велосипед. В стеночках. Но если вы хотите научиться этому интересному жанру, я вас жду на занятия. Спасибо, Ирина, огромное спасибо. Ирина, но вы, знаете, вы лукавите, вы же не ответили на главный вопрос. Есть ли способность у Анатолия к пантомиме? Да, у Анатолия есть способность, очень хорошая. И у многих бытует мнение, что высокие люди, мужчины, они в пантомиме не находят себя. То, что должны быть обязательно маленькие, обязательно худенькие. Неправда. Я не говорю, что вы толстые. Я говорю о том, что вы талантливые. Она сказала, что вы высокие. Она в это именно в виду. Очень, очень хорошо. Это все можно развивать. Причем я вам скажу, да, есть психофизика, да, есть зона комфорта. Но что я говорю своим ребятам, и это моя позиция, это мое мнение, что все мы растем в коробочке. Грани и рамки, в которые нас загоняют с детства. Везде, и дома, и в саду. Кричать нельзя, смеяться нельзя, плакать нельзя. Прыгать нельзя, топать нельзя. На работу опаздывать нельзя, на работе тоже кричать нельзя. Эмоции держать при себе, в магазине не цокать, не серпать. Не то, не то, не это. И мы в рамках. И когда мы клоуны, рамки все, потому что нам можно все. Срываем все. Причем, когда мы вот первое время вывозила ребят на концерты, на большие, на фестивали, на конкурсы, они стояли за кулисами, они просто стояли и смотрели, не понимая, что происходит. Причем я их просто вот трясла. Они, а что они все делают? Я не понимаю. Я говорю, а они делают дурепство, потому что они сняли из себя вот эти все рамки. Причем, я вам скажу, что вы понимали, в клоунаде нет такого, что я звезда, и я вообще заслуженный артистом Украины, к примеру, Георгий Дилиф. А как в клоунаде? Как? А вот так то, что он как друг подходит, Георгий Дилиф. Чего ты стоишь? Пойдем, бутерброд съедим. Он близкий друг. Да, и нет такого, чтобы там друг к другу как-то относились с пренебрежением, либо на разных ступеньках мы стоим, я вот такой звезда, ты такой маленький. Все на равных, все друзья. Причем это очень простые, добрые, жизнерадостные, позитивные люди. Они же клоуны, они же клоуны, Елена. К слову добавлю, 1 декабря в 16.00 в Центре инклюзивной культуры будет шоу-концерт «Фан-клоун». Это непростой будет концерт, он будет интересный. Там очень много клоунов со всей республики Беларусь съезжаются. Клоуны, мимы, жонглеры, эквилибристы, световое шоу. В «Антракте» будет выступлений очень много и в холле работы, и на сцене двухчасовой. Я всех приглашаю. Эта информация больше для родителей сейчас. Берите своих деток, приводите. А на концерте на этом будут выступать бесплатно совершенно артисты, так как все средства, которые мы соберем, мы передадим Владимиру Кравченко. Владимир Кравченко – это дуэт «Опа» из Москвы. С Ольгой Лифенцевой они с супругой выступают. И все их знают по синхро-буфонаде «Муха», «Скрипач». У них очень много, они в «Смехопанораме», и «Ваншлаге» очень много. И у них сейчас случилась беда, Владимир заболел, у него рак третьей степени. И вот мы, люди, зараженные дурепством, позитивом, хотим помочь, поддержать, и делаем такой концерт. Поэтому 1 декабря, 16.00, Центр инклюзивной культуры, улица Юбилейная, 48. Услышали, услышали все. Спасибо, Ирина, спасибо большое. Лиля, вот скажите, пожалуйста, вы тоже раскрепощение, полное дурачество на сцене позволяете? Или все-таки в театре «Кукол» только на репетиции это возможно? Иногда, да. Вот мне интересно, вот эта профессия, актриса театра «Кукол», после того, как вы поработали швеей, закройщицей, воспитателем, можно сказать, что вы нашли себя там, что это то, о чем вы мечтали? Нет, я всегда мечтала с детства быть актрисой. Всегда. То есть нашли себя все-таки? Нашла, да. Я как-то вот до того момента, как вышла замуж, мечтала. А потом раз, вышла замуж, и как-то моя мечта раз и обрубилась. Потому что дети родились, естественно, проблемы, но все то, что я умела и умею, как я говорю, от меня никуда не уйдет. То есть оно мне пригодилось в жизни. А ваши дети, они, скажем так, унаследовали ваш талант? А чем они снимают сегодня? Унаследовали, потому что старший сын у меня, ему уже 31 год, и он очень такой эмоциональный, как его же мама. Всегда улыбается, он всем рад, распростертыми руками встречает всех, дружелюбен очень. Он, я его отправила сначала в школе, когда он первые классы учился, в 56-й школе, я вижу, он очень хорошо рисует. Я его перевела в 19-ю школу. Но потом в 19-й школе с художника он стал заниматься, сначала я его завела к своему тренеру, то есть я вот в разные ракурсы их, как говорят, подталкивала. Вы как ответственная мама везде, где только можно, ребенка. И вот он пошел на баскетбол, к моему тренеру завела, все, он неделю походил и убежал. Я говорю, так, я тебе даю неделю, чтобы ты нашел вид спорта. И он приходит и говорит, мам, 11 лет ему, он говорит, мам, я нашел вид спорта, я пошел в акробатику спортивную. А он длинный сам. Я говорю, ты и в акробатике, я понимаю, тоже в акробатике была, в тройке стояла, нижняя тоже там помогала. И потом я пришла, да не верю, я и Кьюшко, заслуженная тренер, Жанна Валерьевна, она говорит, вы даже себе представить не можете, как это хорошо. И слава богу, у него очень все замечательно, он стал трехкратным чемпионом. И, да, международных турниров. И я очень горжусь этим, когда он приехал с Олесей из Германии, привезли три золотые медали, мы встречали их здесь, это, конечно, чувство, я говорю, господи, мальчик, ты нашел себя. Он сейчас работает тренером, здесь же в Олимпийской школе Олимпийского резерва. И это спортивная акробатика. Дочь, она танцевала, Степаненко Аллы Алексеевны. Ну, я как-то хотела, что, может быть, дочка будет актрисой. Вы все равно хотели, чтобы дети продолжили. Да, я все равно где-то вот в тайне вот этот жучок у меня сидел, сидел. И в конечном счете, когда она все замечательно танцевала, она все, мама, я пойду поступать. Я говорю, нет, доченька, не пойдешь. Она сейчас, конечно, мы поругались. Вы ей запретили. Ну, не то, что запретила, я ей подсказала немножечко, уже работая в театре, и зная этот нелегкий труд. Ведь это нелегко. Всю жизнь, да понимаете, ну, я сказала, Катюша, ты можешь танцевать, ты можешь вести акробатику. Ну, то есть, у нее очень хорошо она танцует, но... Я сказала, нужна еще одна профессия. И она поступила в Могилевский педуниверситет на логопеда. Замечательный логопед сейчас. Ну, вот, видите, у кого какие таланты, но, мне кажется, мама положила... Все, что она говорит, она говорит, мамочка, ты мне все, все таланты свои отдала, кроме одного, рисовать. Вот. Ну, что, что сделать? Спасибо. Спасибо, Лея, большое за эти истории. Дорогие друзья, есть сообщение от Ильи? Ну, прям сообщение довольно грустное. Валерий, вот вы должны как-то помочь Илье, он говорит, что у него нет никаких талантов. Он обычный инженер-эколог, хотя в детстве пишет, пел в хоре. Илья, мне кажется, у вас столько талантов, во-первых, вы признали, что у вас их нет, это просто откровение какое-то. При этом вы обычный инженер-эколог. Вы не представляете, у нас обычных инженеров-экологов нет. А вы, ну, просто чудо какое-то, да еще и пел в детстве. Валерий, на самом деле, а что делать людям, которые чувствуют себя, ну, я не знаю, там, бесталантными, если можно так сказать? Такой самокритикой. Да, может, это просто звоночек, обратите внимание и пригласите меня к себе? Может быть и так, но ведь на самом деле есть очень много людей, которые считают, что у них ничего не получится в жизни. Да, для таких есть такая рекомендация. Какая? Вспомните вообще все, что вам нравилось делать в детстве, или когда-то, может быть, в юношеские годы. Что вам давалось легко, просто, и вы чувствовали интерес? Вот этот вот природный интерес, да, когда тебя не заставляют, не просят, а ты сам идешь. Это и позволяет как раз-таки понять, что, возможно, там есть тот ресурс, тот клад, где ты можешь себя проявить. К тому же у тебя уже не надо тратить силы и энергию, чтобы как-то себя заставлять. Ты уже можешь туда идти. Может быть, я порекомендую этому инженеру-экологу пойти и записаться. Обыкновенному, да. На какие-нибудь курсы по вокалу. Если ему нравилось пить в хоре, возможно, есть что-то еще. Вообще есть... Можно в женский хор пойти сейчас, а почему нет? Репетиции есть, я знаю, там какие-то вечера есть, кому за. Кстати, там поют женщины. Не знаю, сколько лет просто инженеру-экологу. Очень часто творческий человек очень хорошо может создать продукт, но не может раскрыться, потому что в нем нет маркетинговой жилы. И может быть, вот этот человек, который позвонил, может стать вот этой путеводной звездой какого-то другого творческого человека и помочь ему вытащиться. Ну, как это, менеджер, продюсер. Это ведь тоже талант — уметь наладить связи, уметь где-то дать какое-то резюме правильно составить. Может быть, в этом его талант? Ну, мне кажется, еще скромность украшает этого человека. И эти аплодисменты вот для нашего телезрителя, да, такого скромного и обычного инженера-эколога. Александр, у вас есть какой-то рецепт, как раскрыть талант скромному, неуверенному в себе молодому человеку? Конечно. Как? Приходить в регби. Приходить в регби. Ну что ж, мне кажется, что мы сегодня попытались, в принципе, найти ответы, ну, скажем так, на самые важные вопросы. Что такое талант? И самое главное, мы смогли зрителям показать интересных, талантливых, очень талантливых людей, интересные истории. Я бы хотела обратить внимание на несколько сообщений в Вайбере. Александр, когда будет играть и где женская команда? Вот один из важных вопросов наших зрителей. Ближайшее соревнование у нас планируется 9 февраля в Минске будет турнир по снежному регби. И там будут представители не только белорусского регби, там будут российские команды, возможно, прибалтийские команды. И мы планируем там хорошо выступить. Ну что ж, следите за афишами. Да, спасибо, девчонки. Мы желаем вам успехов. Лилия, есть вопрос для вас. Недавно состоялась премьера моноспектакля. Расскажите об этом проекте. Да, у меня был моноспектакль. Режиссер Вута Юрий Леонидович, он решил как бы экспериментально так сделать спектакль и придумал сценарий, как говорится. Написал сам сценарий, благодаря как бы все великие писатели классики, это Ремарк, Мопассан, Гюго, Джек Лондон, как бы они написали маленькую сказку про красную шапочку. И, конечно, каждого писателя я представляю. У меня три куклы. Это красная шапочка, волк. Вот они мне только что показали. Волк и бабушка. То есть три куклы всего лишь. И я работаю одна, конечно. Это очень тяжело. Моноспектакль. Моноспектакль. Конечно, 50 минут он идёт. И я думаю, что, вы знаете, вот зрители, которые были у нас, у меня на сдаче спектакля, они подходили, говорят, вы знаете, а я вот это читала, а этого нет, пойду сейчас прочиту. И это уже щелчок такой. Я сама, когда репетировала, я говорю, вы знаете, мне стыдно, но я кое-кого не читала. Говорит, приду и почитаю. Скажите, когда ближайше будет ваш моноспектакль? Ну, сейчас решает. Вот наши, просто мои коллеги уехали в Индию сейчас. Они приедут вместе с директором. И, конечно же, будем решать, когда будет. Потому что, во-первых, Новый год. Вы же понимаете, что такое театр кукол. Это уже начинается жизнь. Лиля, скажите, пожалуйста, ну вот какой ваш любимый образ новогодний? Кто вы чаще? Снегурочка, Баба Яга, Дед Мороз? Я не знаю. Вы не поверите столько лет в театре, да? Но моя любимая роль, это, конечно, Баба Яга, которую я потрясающе делаю. И Шапокляк. Шапокляк? Да, это я. Но это удивительный образ, мне кажется, вообще не каждый сможет перевоплотить. И последний, конечно, я очень люблю ее, это «Снежная королева», которую вот мы не там тоже сделали. Идет вам, мне кажется, образ «Снежной королевы». Вы знаете, они такие все разные. И в том же время мне очень нравятся они. Лиля, скажите, пожалуйста, это вообще вопрос для всех, потому что передача заканчивается, к сожалению, очень быстро. Скажите, давайте по одному слову. Вот по одному слову. Как раскрыть талант? Одно слово. Работать. Анатолий. Я думаю, еще очень важно правильно выбрать «тыл», потому что от поддержки твоих близких людей очень многое зависит. Одно слово не получилось, может быть «тыл»? «Тыл». Работа, «тыл». Стирать грани. Грани, которые вам мешают. То есть без границ. Живем без границ. Александр. Желание. Желание. Хорошо. Можно не одно. Валерия, одно слово, которое в принципе, да, могло бы ответить на вопрос, как психолог мог бы, что самое главное для того, чтобы раскрыть талант с точки зрения психолога? Искать, пробовать разные направления. Искать. Верить. Верить в себя. Верить. Дорогие друзья, вот обратите внимание, одним словом здесь не обойтись. Вот такое сложное понятие «талант», оно действительно имеет очень много подходов и дорог. Мне кажется, действительно надо просто верить, желать, раздвигать границы, рисовать, петь, танцевать. Это была программа «Добрый вечер, Гомель». Поверьте, сегодня мы говорили о талантах, поверьте, мы показали вам эти таланты, поэтому не останавливайтесь. И до новых встреч в прямом эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова